Соответствующий указ о назначении подписал Владимир Путин. Дмитрий Ткаченко был исполняющим обязанности краевого управления с декабря прошлого года. Как отметил губернатор, служба судебных приставов вносит существенный вклад в укрепление экономики региона. За пять месяцев этого года в краевой бюджет перечислено более трех миллиардов рублей налогов, штрафов и госпошлин. Это на 20 процентов больше, чем за тот же период 2018. Однако, острой для края остается тема задолженности по зарплатам. С работодателей предстоит взыскать еще 125 миллионов рублей. Заработные платы сегодня, конечно, это для большинства людей и жителей основное средство жизни, конечно. Поэтому предприятия, неважно банкрот, либо по иным обстоятельствам не выплачивают заработную плату. Конечно, это трагедия для семьи. Даже если один из членов семьи эту зарплату не получил, они на нее надеялись и вдруг ее нет. Поэтому здесь позиция судебного пристава, главного судебного пристава. Их активность, она очень нужна, чтобы мы эту проблему в крае, она пусть небольшая, но преодолели. Поэтому активность сегодня явная со стороны судебных приставов. И здесь мы чувствуем одну общую команду в решении этой проблемы. Заработная плата, если сравнивать по уровню Российской Федерации, то активность судебных приставов Краснодарского края очень высокая. Практически 75% решений исполняются либо полностью, либо частично. Это очень прилично. Если говорить о средней исполняемости в решении в 40%, то 75% – это потрясающий результат. При взаимодействии краевой власти и службы судебных приставов на Кубани идет борьба с самостроями. И речь не только о многоквартирных жилых домах, но и незаконных ларьках и павильонах. Эта работа будет также продолжена. Самострои, они и не только это жилье, а ларьки, киоски. Это просто уродуют наши города, станицы, особенно побережье. Поэтому сегодня, благодаря опять-таки поддержке Дмитрия Григорьевича, то есть мы активно сносим. Судебное решение бесконкретных действий – это всего лишь навсего бумага. А вот конкретный снос самостроя, и не важно, что это, дом, который построили, неважно, частный или многоквартирный, многоэтажный, либо это киоск, ларек, либо иное здание коммерческого предназначения, если оно снесено, то это, еще раз подчеркиваю, это очень сильный аргумент для тех, кто еще вынашивает планы что-либо построить в таком самостроенном порядке. Краснодарский край – это один из немногих субъектов, где эта проблема стоит очень, так скажем, жестко. И спасибо за вашу позицию, что сейчас, благодаря смене руководства, в том числе службы, мы нашли общие точки соприкосновения. В ходе встречи губернатор также добавил, что сегодня перед регионом стоит много задач в рамках национальных проектов, и их выполнение зависит от слаженных действий всех структур и ведомств. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ.